Здравствуйте! Вы смотрите программу Дело Раскрыто. С вами Юлия Руднева. В этом выпуске вы узнаете о проблемах обманутых дольщиков, которые до сих пор актуальны в нашей стране. По данным Минстроя России, права дольщиков еще не восстановлены в 58 регионах нашей страны. Проблемными стали 894 дома от 350 застройщиков. Многие мечтают приобрести недвижимость в новом жилом комплексе. Привлекают и сами новостройки, и благоустройство вокруг них. Чтобы сэкономить, покупают квартиры еще до ввода дома в эксплуатацию. Но, к сожалению, не все застройщики добросовестно выполняют свои обязательства, оставляя собственников квартир без жилья и без денег. Одним из самых проблемных объектов в Ульяновке стал дом на Буинской, известный как ЖК Молодежный. Его строительство началось еще в 2010 году. Репутация у застройщика была хорошей. Все документы были в порядке, да и строительство активно велось. Поэтому квартиры там продавались на ура. Но в 2015 году темпы строительства начали замедляться. Застройщик объявил, что отсутствует возможность достроить в связи с отсутствием финансовых средств. Так как квартиры никто не покупает. На тот момент в экономике страны был перекос в части превышенного предложения в части квартир. Дольщики пытались помочь застройщику всеми силами. Некоторые из них брали новые ипотеки, чтобы финансировать застройку. Некоторые дольщики были подрядчиком. В унициативной группе есть человек, который занимается окнами. То есть он по сути по себестоимости, без какой-либо прибыли установил большое количество оконных конструкций здесь. То есть тоже наподряд взамен квартиры. Первые проблемы собственников насторожили. Но они не теряли надежду на завершение строительства. Жизнь шла своим чередом, хоть и с финансовыми трудностями. Все это время мы живем на съемной квартире. То есть параллельно оплачивая ипотеку за эту квартиру. И платим съем. Ну, соответственно, время идет. С квартиры вопрос не решается. Мы решаем завести ребеночка. Я беременею. Вопрос по-прежнему не решается. Мы все это время платим эту ипотеку. Ну, я в декрете. Муж работает один. Как бы нагрузка на семью достаточно такая большая. За несколько лет ситуация в лучшую сторону не изменилась. Дом так и не был сдан. Многие собственники уже потеряли надежду. Поэтому купили другое жилье. Продолжая воплачивать ипотеку за квартиру в ЖК «Молодежный». По итогу мы решаемся на вторую ипотеку. Потому что выбора у нас нет. Снимать жилье в съемной квартире бесконечно жить невозможно. По итогу мы сейчас живем еще в одной ипотечной квартире. Платим ипотеку за эту. Уже получается, ну, уже десятый год. В 2019 году заработал Ульяновский областной фонд защиты правдольщиков. После его открытия у собственников квартир на Буинской появилась надежда, что дом все-таки достроят. Ведь возможность здесь вторую ипотеку есть далеко не у всех. Например, Валентина Орлова приобрела квартиру на средства материнского капитала и взяла ипотеку, которую уже выплатила. Однако улучшить жилищные условия ей так и не удалось. Я надеялась, что дом достроится и мы заедем. То есть как-то семья увеличилась. Сейчас уже младшему ребенку 6 лет, старше 16 и среднему 8. Мы живем в двухкомнатной хрущевке, в которой у меня доля, одна-вторая доля в праве общей долевой собственности. Из-за замершего строительства многодетная мать осталась без фактической возможности купить собственное жилье для себя и своих детей. Большая семья Орловых продолжает жить в двушке, частично на птичьих правах. Со собственниками, которые тоже были наследниками, они хотели бы продавать эту квартиру, но учитывая, что мне негде жить, идут навстречу. И пока я живу в таких условиях. В настоящее время трое детей, которые учатся в школе, ходят в сад, дополнительные кружки, тренировки и расходы. И, соответственно, брать еще раз ипотеку и платить кредит у меня нет возможности. В плачевной ситуации оказались и владельцы аварийного жилья, вложившие свои накопления в горе новостройку. С пожилой матерью и ребенком на Старо-Свияжской живет Александра Струнникова. Здесь нет ни воды, дом без воды, ни канализации. Есть газ, отопление, газовое, электричество. Но, сами понимаете, в далеком уже 2015 году, в начале года, была предметена квартира мужика молодежи на улице Боинской за наличный расчет. В связи с тем, что у меня был на тот момент еще маленький мальчик, сын, я понимала всю суть проблемы. То, что здесь никак ничего не получится восстановить, так как дом находится в оползневой зоне, восстановить со своими силами дома уже нет. Я решила приобрести там квартиру. Дом был достаточно уже в готовом состоянии, то есть дублировалась информация о ходе строительства. Но постепенно он должен был сдаться в 2016 году по документации, по договорам. Все финансовые обязательства Александра Струнникова перед застройщиком уже выполнила. Поэтому считает, что жилищный вопрос должен быть уже давно закрыт. Я не хочу, я не прошу у кого-то, у людей, да, помогите мне, да, там. Я не требую этого, я требую свое, чтобы мне вернули лично свое. Мне не надо ничего вживого, верните то, что мое было лично. Больше всего не повезло тем, кто из-за неудачной покупки в ЖК молодежной потерял последнее имущество. Недобросовестность застройщиков не только решает людей своего угла, но и ломает судьбы. Когда-то счастливая семья Синяевых ждала пополнения. Перед появлением малыша будущие родители решили улучшить условия жизни и продали свою квартиру на Облуково, чтобы купить квадратные метры в новом доме на Буинской. Хотели, да, нормальные условия, ближе к центру города, с маленьким ребенком. Отец у него недавно упокоился, и как бы я его одна ращу, и денег не хватает. Живем на пособие и зарплату. Сейчас Марина Синяева снова живет в Засвиярском районе, но уже в общежитии, где условия оставляют желать лучшего. Всего в доме на Буинской 1105 квартир, общая жилая площадь которых 39 733 квадратных метра. Дом ЖК «Молодежная» стал одним из первых зданий, попавших в реестр проблемных объектов в Ульяновской области и прошедших наблюдательный совет. Было принято решение о завершении строительства с выделением средств. Однако позже выяснилось, что имеются серьезные ошибки в проекте здания, ведь изначально оно не было рассчитано на 24 этажа. Кроме того, там не предусмотрены парковочные места в нужном объеме. Решение о завершении строительства было отменено. Также непонятно, будут ли разбирать недострой в обозримом будущем. Это стало для собственников ударом, ведь многие в покупку квартиры на Буинской вложили все. В соответствии с поручением президента Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых имеются проблемные объекты, поручено восстановить права обманутых дольщиков до конца 2023 года. Покупатели квартир в доме на Буинской приложили максимум усилий, чтобы получить решение. О том, как обстоит ситуация, сейчас вы узнаете в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова